И мы должны немножко поговорить о шейдерах света и потом поговорить о лайтинге. Собственно, поскольку мы столько много занятий посвятили написанию шейдеров, то написание дисплейсных шейдеров или шейдеров света это все очень просто и все очень похоже. И самое главное, что мне хотелось бы отметить в написании шейдеров света, это то, что это непосредственно обмен между шейдерами, между сурфейсными шейдерами, обмен данными и обмен данными и обратно, между шейдером света и сурфейсным шейдером и шейдером поверхности и шейдером света, то есть как гонять данные между собой. И я решил показать вам небольшой примерчик, как это все может быть организовано. И, собственно, на этом примере мы разберем и написание лайтового шейдера, да, и, собственно, увидим, как обмениваться данными. И все мы знаем, что, как я вам говорил, что, когда мы писали наш шейдер, да, что такие вещи, как оплюжен или, собственно, там, indirect можно просчитывать на, как на уровне шейдера, да, сурфейсного, так и на уровне, например, лайтового шейдера. И, как бы, выбор, как использовать, да, он всецело полагается на человека, который, собственно, использует. Направление камера. Вся система, да, весь лайтовый сетап у вас каким-то образом там поворачивается, да, ну не просто там поворачивается, а может быть там поворачивается с каким-то, например, там, у вас над камерой, да, всегда висит, например, какой-нибудь ключевой свет, да, там, в этом высоком ключе работает. У вас всегда над камерой висит ключевой свет, да, и, собственно, вот источник света всегда у вас там зависит от расположения камеры, да, а, например, другие, там, вспомогательные источники света, которые там подсвечены, они поворачиваются там, ну могут поворачиваться тоже на 100%, а могут как-то, собственно, с каким-то коэффициентом. Так, то есть, обычно вот эти системы, ну и все, как бы, то есть, ничего сложного в них нету, даже смотреть, ну что, это просто основано на герархии трансформации, да, там, например, как-нибудь нолик засовывается в ваш лайтовый сетап, и, собственно, он там привязывается к чему-то, да, то есть, очень такое. Ничего особенного. И кто-то использует, кто-то не использует. А вот следующая система, да, которую вот я использую довольно часто, это, ну я называю там систему диммеров, да, ну, или еще можно назвать вот там систему косвенных связей, да. Она многоуровневая, но, собственно, идея ее очень простая. Поскольку мы использовали шейдер, да, то мы накидываем этот шейдер, да. Делаем материал, да, на SOP уровне. Включаем обязательно, что атрибут поинтовый. Говорим, что это за материал. И обязательно говорим, что мы оверрайдим локальные переменные, да. В данном случае мы оверрайдим цвет, да. Ну и цвет мы говорим, что, собственно, это CD, да, который мы здесь. Но поскольку у нас надо как-то регулировать интенсивность, да, если каждый источник света будет светить по единице, да, то, собственно, у нас будет с этим проблема, да, будет пересвет, да. Но чтобы не включать затухание, да, мы можем сделать нормализацию. Нормализацию мы также делаем, поскольку мы знаем количество источников света, да. То есть, вот тут простой expression, да, то есть мы берем этот параметр, да, и умножаем на intensity. А сам intensity еще умножается на глобальную интенсивность, да. То есть, если у нас global intensity будет равно единице, то, собственно, интенсивность у нас каждого источника света будет там 0.76, 0.77, да. То есть такая более-менее автоматическая система, которая разруливает, термализирует. Вот у меня, например, есть такой скриптик, который что делает? Он каждому объекту пробивает два параметра. DoShadow и два клюша. Ну, я вам уже как-то говорил. Вот, потом на основе этого, да, у меня есть кнопочка, которая создает автоматически эти бандлы, да. То есть мы видим, что у меня создалось бандл, там, например. Ну, окклюжен это trace, да, то есть для окклюжен лайта, который использоваться будет. Я обычно делаю вот так. Я копирую на ROP-ноду, да. Называю ее Shadow. В этой ROP-ноде я отключаю Create Image from Viewing Camera, да. То есть, если у меня эта галочка отключена, у меня во Viewport ничего, ой, у меня из камеры, вид из камеры, считаться не будет. Но посчитаются только тени. Мои тени посчитаются. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok